Всем привет! Всех с Новым Годом, с прошедшим Рождеством, с будущим Рождеством, с будущим Китайским Новым Годом и со всеми другими праздниками, которые будут в ближайшее время. Прошло два месяца, как я перешел в компанию Кеви и, как и обещалось, они мне выдали Unclosed Trailer. Сейчас я в Альварде, в Нью-Йорке и ищу в Чикаго, но у меня задерживается рейс на один час и очень сильно страдает расписание от этого по загрузкам. Мне нужно будет в Индия-Наполе получить последнюю машину, но я очень сильно не успеваю и прям пока не знаю, что делать. Давайте посмотрим, как дела пойдут. Уже в загрузке есть Phantom, Mustang новый, есть какой-то трехколесный T-Rex, есть какая-то старая машина и SQ-5, по-моему. Ну а все, постепенно буду вам рассказывать. Все, погнали в Чикаго! Сейчас немного самолетного юмора. Взлетаем и стюардесса закрывает дверь и говорит, ну там, здрасте, здрасте, здесь рейс такой-то, мы летим в Чикаго. Если вы не собирались в Чикаго, вы все равно будете в Чикаго. А потом, уже когда стали выруливать на полосу, такая берет микрофон, а кто это в проходе все уронил? И все-таки хоба в проход, в Мирполис смотреть, кто что уронил. Она такая, да нет, я шучу, просто посмотрите нашу лекцию по поводу безопасности вот этого всего. Жилеты, ремни, все так тоже поулыбались и все посмотрели эту лекцию. Прям тетка стюардесса такая пожилая, видимо, уже всю жизнь катает, но она знает, как привлечь внимание. А просто почему она юморила, не знаю, рейсы лежали на час, все были такие на нервяках. Она разрядила прям профессионально. Молодец! Все, следующая зарисовочка вокруг прицепика. Итак, кархолер, а, ведь не тот, вот этот кархолер, значит, тут пока отсвечивает, но ничего, он черного цвета, трак новый, на черный, да, вот, нормально, вот так, даже лучше, да. Везем вот такие игрушки, трак новый, относительно, на нем 20 тысяч рублей, ну, новый, грубо говоря, на нем номер 20-30, у меня был 20-31, значит, мы везем богатого зеленого. Охранить сколько стоит, можете погуглить, порядка 17 штук, вроде как, мотоцикл, грубо говоря, трехколесный, у него мотор BMW, двери выхлопных, ну, будем все ставить, покажу, как встанет, и покажу, как встанет, значит, вот такой вот красавчик Rolls-Royce, но он так себе красавчик, на самом деле, мне что-то не очень понравился, у него даже вот это стекло с обогревом, видите, да, такие штучки, ну, и сам Rolls-Royce тоже, говно, редкостный, тоже Volkswagen, грубо говоря, не знаю, что такие богачи любят, просто статусность, ну, и здесь диванчик, все дела, звездное небо, ну, в общем, красота, все по красоте, все хром, дорого, кожа, наверное, не знаю, дальше, дальше, у меня там Audi S5, Pio S5, ничего интересного, и вон та штука, едет в музей, собственно, сам прицеп, о чем прицеп, прицеп Kentucky, пойдем покажу лайв очко, не, это техосмотр, но не суть важно, короче, Kentucky, скидывай системой, не знаю, как на метро будет, и внутри, внутри вот так, значит, паркет, красный дуб, все дела, значит, гидроцилиндры наверху, и вот такие вот винтовые штуковины внизу, значит, ну, понятно, везде стопоры, алюминиевые рампы, это все можно опустить, там специальные стрепы, вот здесь специальные стрепы используются, везде окошки, чтобы закрывать, затягивать стрепы, эти подставочки должны сзади быть, но они здесь ездят, вот, все чистенько, какая-то запаска здесь у меня, на прицеп лежит, вот, пойдем наверх слазим, везде вот такие шершавенькие штучки, чтобы не упасть, вот, и второй этаж, туда морда заезжает, по крыше, крыша, вот такая вот, такой прицеп, черный, большой, здоровый, плоский, такие дела. Вот так заехал Роллс-Ройс, самый-самый, вот, видите, у него там сколько осталось пространств, сейчас покажу, сколько это в ладонях, но четыре пальца точно влазить, так что это более чем достаточно, он никуда не прыгает, все хорошо у него, сейчас пойдем, стропы притащим, привяжем его, стропы, кстати, обычные, вот с такими вот крюками, довольно удобные, есть еще здесь более тонкий, такой-то одинарный здесь, как его называют, ну, короче, есть двойная, но потоньше, а есть и такая толстая, но одна, мне нравится вот такая, она крутится, ее можно всяко-то насунуть куда угодно, зеленая вот эта вот, вот пройти, я говорил, штуки, вот такие, вот, зеленого поставим, наверное, сюда куда-то, здесь где-то будет стоять, а может быть внизу ее ставим, но сейчас можно поставить аудио вниз, потому что нужно ее поставить, иначе не заедет вон там машина, как она заедет, но мы потом не сможем поставить аудио, такие движухи, поглядим, короче, закончилось с перестановкой, часа два я не спеша все сделал, вон там далеко стоит фантом, а потом вот это вот гребл, american cars называется, я думал поставить вместо него мустанг, но у мустанг такой же высоты, не знаю, как пойдет, значит, вот эта вот хрень, с зелеными стяжками, зеленого цвета, с боевым мотором, значит, затянул вперед и назад, трап, вот там, вот там, желтый, желтый, значит, почему сюда, я в зеленой куртке, да, завтра буду грузить еще мустанг, поет под фантом, и еще одну машину, и скорее всего, я ее поставлю под него, вот эту последнюю тачку, а мустанг будет сам впереди, поэтому аудио сейчас стоит просто посередине, значит, высоты установки вот этой машины хватает, чтобы ее поднять под целную крышу, и аудио спокойно выехала, заехала на мустанг, и под него мы еще поставим еще какую-то тачку, не знаю, как будет, какой они идут, и все, вот, здесь есть такая вот китайская подсветка, она все работает, все освещается здесь изнутри, все классно, вот эти лампочки рабочие, вот, сейчас просто темно, ну, я не включаю свет нафиг, нафиг не вожу, вот, сейчас пойдем пообедаем и еще что-нибудь поделаем, поговорим про вообще-нафига-лона. Почему такая история приедет? Это не вопрос, потому что я не знал, что мы были в информационной социации. Красиво, да? Итак, коротко о итогах первого дня. Как оно мне на закрытом? И вообще, почему все туда пришло? Вообще, изначально я шел в керри, с учетом того, что я пойду на закрытый автовоз. И это было снова, почему я переходил из той компании RTS, где я работал. Но так получилось, что страховка меня не пускала. И мне ребята бы обещали, что с нового года посмотрят. А пока я сел на новый, на семерку. На семерке я поездил, ты едешь быстрее, в разных направлениях. Это интересно, это здорово. И вот перед Новым годом я отстажировал одного студента. И перед тем, как уехать на новогодние праздники, мне сказали, что страховая все окей. И типа, будешь уже на закрытом с нового года, когда будешь с праздником. Собственно, и вышел. Прицеп не старый, он совсем-совсем новый. Уже, правда, побывал в ремонте. Но, тем не менее, вы видели в фейсбуке, кто в группе состоит. Там в дальнобой или еще где гидроцилиндр взорвался. Вот этот прицеп, его починили, исправили. Крышу на нем поглутали. Крыша у него стальная, не пластиковая. Там по всему потолку трубочки всякие разные. Гидро. Гидро. Вот. Вот. И весь вот этот вот прицеп, ну, довольно такой. Можно юзать, короче. Там не грязно. Там очень чисто. Везде, ну, как весь день, все машины я сегодня переставлял. Абсолютно не грязно. Все нормально. Никакой грязи на троллере нет. Ты не шастаешь по грязным рампам. Все чистенько. Единственное, тракт должен работать. Как какой-нибудь стингер. Что-то типа такого. На семерке все-таки стояла система, которая независимо качала масло. А здесь все отбирается от коробки передач. Мощность на насос, там, ну, какая-то своя система. Я не хочу в нее вдаваться. Как бы мне там не интересно. Я не механик. И всякой банки с графеточкой у меня нет. Поэтому эта история не про меня. Крепится все точно так же. Все просто. Единственное, я там дальше поснимаю, покажу, как это все делается. Нужно быть, ну, реально гибким человеком. Задумался пока, как мне гибкость уже улучшать свою. Вот. Вроде и все. Вроде все примерно понятно. Трак все тот же. Или рядом. Все нормально. Новый трак, целлофан даже еще не создан кое-где. Значит, почему все это дело? Мы продолжаем. Мы продолжаем. Даже при всем том падении цен, да, что было в последние полгода. Тем не менее, в кархолере они продолжают быть выше, пропорционально, чем на других траках. Сейчас пробеги у всех уравняли. Но и даже при этом мы успеваем. Более-менее нормально мы идем. При условии, что лоббук нормально ведется. Весь рабочий день мы успеваем закрывать довольно хорошо. Плюс мы грузим на закрытом машины в Ярде. Ярд есть в Чикаго. Ярд есть в Нью-Йорке. Не помню про LA. Ярда нет в Майами. Ну, не страшно. Рецепт он не длинный. Обычный, как рефрижатор, по-моему, он такой же. Вот. По поводу, что Павел сказал, быстрее бы, конечно, слезть с трака. Эмоционально он уже немножко поднадоел. Но надо возвернуть и всякие долги, и денег нужно еще больше. Ну, это мы все порешаем. Спасибо всем, кто терпит и ждет. Они знают, кто это. Их немного, но они есть. И все, вроде как. Надеюсь, мы это дело быстренько поймем, что как работает. И вдруг кого-нибудь даже еще откажу и посмотрим. Ну, и дальше буду показывать уже машины, какие будут у нас в дальнейшем. Потому что в Майами, видимо, следующая серия. Все, я Вайронс объелся. Пойду молочка куплю и душ, и спать. Все, хватит на сегодня. Вау, какой-то прям вид. Это... Он реально вот такой слоистый. Это не изображение хреновое. Это вот прям слоями вот так все идет. Очень потрясающе. Как будто я не знаю, ну... Не знаю, первый раз такое вижу. Речет! 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 Субтитры сделал DimaTorzok